Здравствуйте! На библейский портал Экзегет поступил вопрос, что такое эго. Конечно, мы там не будем углубляться в историю философии, и, может, не сильный это мой конёк, но, по крайней мере, как филолог-классик, я не могу забыть, что греческий и латинский языки, которые вот сейчас мы посмотрим, там, итальянский, французский, они всё-таки от новогреческого сильно отличаются, а вот две с половиной тысячи лет назад и даже во время пришествия Христова это всё-таки были языки, имеющие родственные слова, в том числе и по-гречески, по-латыни «эго» — это значит «я». Однако есть маленькая интересная особенность греческого языка, что «я», как, впрочем, и другие местоимения, «ты», «он», «она», «они» употреблялись только в исключительных ситуациях. То есть достаточно было сказать глагол, там, «идём», ну, то есть это подражается «мы идём», или там «видит», и сразу понятно «он видит», или там «делаю», и понятно «я делаю», то есть местоимение не произносилось, и это причём не только к разговорной речи, это относится и к письменному тексту. И в Евангелии мы тоже не найдём местоимение, греческий язык, кайне, тоже мы там не увидим местоимение и подчёркивание, и подчёркивание этого «я». Но есть всё-таки несколько моментов, когда Господь подчёркивает, и не просто говорит «есть что-то там», он говорит «я есть», «я есть путь и истинной жизни». Когда Господь говорит, вот он абсолютное эго, он может, как творец вселенной, что-то определить себя достойно, достойно это место в этом мире и безошибочно. Мы же, вот под этим пониманием наше эго, это выставление своего «я» там, где оно не нужно, даже если это никто не заметит, потому что человек может с раздутым эгом ходить, как напущенный индюк, и не похвастаться. Или даже ходить не напущенно, а так, наоборот, скромно и там угодливо кому-то кланяется, но внутри будет он весь гордиться от его. Если будет эго своё вместо Христа внутри, человек будет отделяться от Христа. Потому что апостол Павел, а всё-таки это величайший миссионер всех времён и народов, который просто судьбы мира поменял, возвестив многим народам и городам благовестие Христово, и его посланиями до сих пор мы пользуемся. И вот апостол Павел говорит «ясто распялся Христу, и уже не я живу, но живёт во мне Христос». Кому он это пишет? Галатам. А к галатам он обращается, как помним вначале. О, несмысленные галаты. Ну, ребята, то есть галаты, простой кельтский народ, который вот живёт, но не очень философски образованный, и всё равно страсти в душе их кипят. Да, вот, и все такие «я, я», наверняка галаты думают «вот, я христианин, я теперь такой молодец». А апостол Павел говорит «нет, если даже ты хвастаешься тем, что ты христианин, это твоё эго помешает тебе войти, как мы помним, узкие врата Царствию Небесную, широким эгом туда не войдёшь. Туда можно войти только если вот это «я» в тебе, это сам Христос, который есть путь и истинной жизни.